По информации Людмилы Маркиной, в подготовке к выборам задействована абсолютно вся избирательная система Орловщины. Заготовлено нужное количество бюллетеней. Тем, кто не сможет проголосовать по месту жительства, выдаются открепительные удостоверения. Все 736 избирательных участков области полностью оснащены всем необходимым. Предприняты меры по обеспечению безопасности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что избирательная комиссия региона готова к проведению выборов в единый день голосования. Вместе с тем, на завершающем этапе подготовки и проведения выборов избирательным комиссиям, организующим выборы, необходимо обеспечить соблюдение нижестоящими избирательными комиссиями требований законодательства о выборах, уделив особое внимание повышению информирования избирателей о предстоящих выборах, о ходе избирательных кампаний, неукоснительному соблюдению избирательных прав граждан и всех участников избирательного процесса, а также максимальной открытости, гласности в деятельности избирательных комиссий. Поблагодарив членов избирательных комиссий за их профессионализм, глава региона Вадим Потомский отметил, что в целом подготовка к выборам проходит достаточно спокойно. Что-то сверхъестественное мы пока не наблюдаем. Надеюсь, что мы и следующие пять дней так с вами спокойненько доживем. Проведем 18 число и в следующий понедельник посмотрим лица победителей, за них порадуемся, поздравим, ну и посочувствуем побежденным. Всегда тоже бой политический. Заслушав аналитический отчет по дорожному строительству, губернатор потребовал не затягивать с проведением торгов в этой сфере, чтобы выполнение подрядов не пришлось на зиму. Глава администрации города Андрей Усиков пообещал, что в Орле все объекты дорожного ремонта будут сданы к середине осени. Срок сдачи всех объектов обозначили 15 октября. Полностью все. Мы подошли под последний контракт номер 78, где у подрядчика заканчивается последняя разметка нанесения всех составляющих на дорогу. И мы под этот контракт подвели всех подрядчиков, те, которые отставали от графика. Это будет конечная точка в завершении. Затронув вопрос развития телекоммуникационных систем на Орловщине, руководитель департамента промышленности и связи Геннадий Парахин подчеркнул важность этого проекта. Орловским телерадиопередающим центром ведется строительство сети вещания эфирного цифрового телевидения. В настоящий момент базовая сеть вещания имеет 16 предающих пунктов, еще действующих уже обведенных. Еще два будут запущены в сентябре и 11 до конца октября. И у нас останется один населенный пункт Шаблыкина на 2017 год. Оптимизм чувствовался и в докладе о ходе уборочной страды на Орловщине. По словам руководителя департамента сельского хозяйства Юрия Сидыганова, в целом по области удалось намолотить без малого 2 миллиона 650 тысяч тонн зерна. Погода установилась, я думаю, что ближайшая вот эта неделя будет такая же хорошая. Надеемся закончить уборку по зерновой группе. Некоторые районы, это Ливенский, Должанский и Колпнянский районы, скорее всего, где-то в числе 25-25 сентября приступят к уборке кукурузы на зерно. И думаю, что все работы, которые сегодня ведутся, проведем в оптимальные агросроки.